приветствую вас дорогие друзья с вами викана приветствую гостей моего канала то зашел на мой канал сегодня хочу показать вам обряд действий ритуал называйте как хотите на измену на проверку измены будем так говорить ко мне часто обращаются за раскладами на любовь на отношения и как правило параллельно задают такие вопросы как можно проверить какими образом можно проверить измену если она на самом деле имеет ли место быть я честно говоря всегда рекомендую пользоваться свечами ничем другим не ходить никому никаким там бабкам и каким-то там колдуньям все это делать не лить воск на человека сон и воск лить очень опасно никогда не не проверяйте измену на воске то что просто мужчину съедите с ума либо еще не дай бог доведете до болезни а вот свечная магия в плане того что свечи это очень полезно почему потому что сила огня огненная магия свечная магия она дает поразительные результаты которые действительно работают и она может точно показать суть вопроса поэтому вот сейчас я вам покажу такой ритуал ну опять же действие либо обряд называйте как хотите что нужно сделать для этого но я правда не рекомендую если есть конечно очень сильные подозрения есть какой-то повод для этого тогда можно это сделать я не рекомендую мужчин тестировать вот если у него нет никого все хорошо в семье не надо привлекать это свою семью не надо тестировать мужчину таким образом только в случае подозрения вот я вас так предупредила и так что нам для этого надо надо две рюмочки взять вот вот такие рюмочки приблизительно у кого-то есть стеклянные можно стеклянные обязательно чтобы она была вот на такой ножки рюмочка для чего это нужно для того чтобы на него будем ставить свечу накануне желательно купить две церковные свечи желательно самый короткий чтобы они побыстрее прогорели ну вам информацию нужно потому что длинная свеча она не даст только информацию от именно в данном ситуале сколько надо с нами информации сейчас вот в том что мы будем делать эту рюмочку мы переворачиваем вниз головой для чего для того чтобы мы же хотим узнать изнанку дан тайную часть поэтому делаем все наоборот поворачиваю вниз головой тем самым мы показываем что мы хотим узнать лично то то что мы не видим на самом деле вот я приготовила уже вот такие стаканчики рюмочки на них стоит уже две свечи такие вот теперь вам нужно определиться какая свеча символизирует вашего супруга левое либо правое еще что нужно сделать для этого вот я уже тоже приготовила каждую рюмочку очертите кругом вокруг вот видите красным фломастером желательно чертить кругом вот посмотрите внимательно какие-то сделала очерчивая стакан со свечой кругом приговаривайте огонь отец свеча мать дайте мне знать изменяет ли мне божий рабе имя свое называете мой муж называете имя первый погасни моя свеча если есть соперница у меня во имя отца и сына и святого духа аминь после этого зажгите свечи и ждите когда духи высшие духи откроет вам правду если ваша свеча погонишься погаснет раньше свечи вашего супруга то увы и ах у вас наверное действительно есть соперницы если же раньше погаснет свеча вашего супруга то он вам верен и можно вам конечно только позавидовать что вы вот такая хорошая харизматичная вас есть такая такая фишка которую можете держать свою супруга что вы естественная такая красивая красивая смысле того что привлекаете своего супруга и он вам верен вот такой обряд я вам сегодня показала он делается очень легко очень быстро особенно для тех кто не любит заморачиваться там большими длинными обрядами тем более он безопасен и покажет я думаю что вам правду вот только после этого когда вы уже это узнаете вы можете начинать что-то проверять что-то открывать какую-то истину свеча она всегда показывает и погаснет вперед если что-то есть такое подозрительное она просто не выдержит тем более вы же прикладывать свою энергетику вы работаете с свечой и она именно вам покажет единственно что только этот обряд я рекомендую проводить на растущей луне это раз во вторых чтобы дома у вас никого не было чтобы вам никто не мешал выключить мобильный телефон снять все украшения с руки с руки со своей чтобы украшения никаких колец у вас на руках не было и можете смело пробовать проводить этот обряд если у вас какое-то подозрение будет в этот день больше ничего не делать и может на следующей неделе повторить этот обряд еще раз если все-таки вы не верите в это попробуйте повторить это на следующей неделе один раз но то и дело его повторять день за днем я не советую это делать не нужно будет уже неверная информация вот такой обряд и всем показала подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного потому что я буду делать расклады буду делать такие обрядики либо действия либо ритуальчики называйте как хотите все мои контакты под мои видео если есть какие-то вопросы пишите я посоветую порекомендую что нужно делать записывайтесь на консультации будет познавательно интересно с вами была века на всего доброго до связи